Украине началось до терминовое голосование на выборах президента Республики Беларусь. На Гродишне, как и у инших регионах, у 10 годин ранецы свои дверы отчинели больше 600 выборчих участков. С сегодняшнего дня и до субботы у Ключна грамадзяне, які по неких прышинах не сдолюсь прийти и проголосовать 9-го жнивня, могут зарабить свое воле выявление до терминого. Ирина Ишкевич побывала на участках. На участку номер 89, який разместился у одной со школ Гродинского микрорайона Ольшанка, первые выборщики пришли литерально просхвилину после открытия. Микрорайон молоды, тому не дивно, что улику первых, кто пришел, немало и молодых семьях. Як, например, батьки великого семейства Карабановых, які отправились на свой выборчий участок у полном складе. Семья у нас большая, четверо детей, в ожидании пятого, поэтому выходные всегда на даче проводим. А вы решили раньше проголосовать прийти? Самыми первыми, наверное, не знаю. Перед открытием участков удельники выборчих комиссий провели великую подрихтовчую работу. Тягом месяца были удокладнены списы выборщиков. Кожному было надослано запрошение принять удел у голосовании. С сегодняшнего дня до 8 августа начинается период досрочного голосования. Работа нашей избирательной комиссии будет организована с 10 до 14, с 16 до 19. По традиции, одни из самых активных выборщиков – представники старейшего поколения. Яугин Миколаевич – гродзенец с активной громадянской позицией. За свои Амаль-90 год не пропустил ни водной выборчей кампании. Надо быть гражданином своей страны. Надо уважать свой народ. Надо уважать свою гражданскую потомственность. До терминового решил проголосовать и першинаместник старшини грузинского Абл-Баканкама Иван Жук, основанный на промок деятельности ЯКОГа – агропромысловый комплекс региона. Зараз в Украине должится один из самых отказных этапов сельского господарчого года – жневом. У гэтая дни налику кожная хвилина. Я считаю, вообще, такой, будем говорить так, ответственный момент, как выборы президента, вообще, как участие в выборах. Должен каждый человек найти время. Но в связи с тем, что у разных людей по роду занятий, где-то командировки есть, где-то смены разные. Поэтому очень правильно, что сделано досрочное голосование, чтобы человеку было удобно найти время и прийти проголосовать досрочно. Компания этого года проходит за сабливостями, за эпидемиологичное остановище. Отповедно, на участках створены усе умовы для захования социальной дистанции. Члены комиссии, забеспеченные сродками индивидуальной обороны, помешканья регулярно проветриваются. Для у выхода дать сродки и одноразовые пальчатки для выборщиков. До приклада на участку номер 17, який размещен у аграрном университете, сирот выборщиков у основном – пожилые люди. Тому повышенная увага до их безопасности. Также регулярно поступают заявки от людей с просьбой проголосовать на дому. Но, как правило, ориентируясь на предыдущие выборы, это около 30 человек. Это люди преклонного возраста, которым просто сложно уже дойти до участка. Но у них активная жизненная позиция, и они хотят, конечно же, выбор свой тоже сделать. До терминового голосования продолжаться до субботы 8-го жнивня у Ключна. Выборчие участки в этот час будут працовать с 10 до 14 годин и с 16 до 19 годин. У основных день выборов президента Беларуси 9-го жнивня проголосовать можно будет с 8-ми ранницы до 8-ми годин вечера. Таких график працы установлены для всех с высшим 600 выборчих участков Гродинской области.